Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроку. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Ты не заставишь меня это сделать. Поспорим? А так? Вот так пойдёт. Эти двое сделают круто. Полгода подписки на Apple Music в подарок всем абонентам МТС. И вновь в студии Estrader в эфире. Для вас работает Баффик, Каспер и Максим Трон-Верников. Как я тебя представляю полностью? А у меня значит имени нет, да? А ты Роман Каспер Лелепихин. Лепихин. Лепухин? Алёхин. Лелехин. Да, у нас, дамы и господа, господа в данном случае в моей студии, в моей студии, вы поняли. Главный матч, пожалуй, на сегодня, может быть, один из главных матчей на сегодня. Там ещё потенциально могут Gambit вписаться. Но сейчас DD и FK20 разыграют, возможно, даже слот в плей-офф. Сейчас, получается, если Санейка проигрывает, у него уже шанса выйти 100% нет. У DD, получается, 4-3 будет, и у Санейка не будет хватать этой карты. Если Санейка выигрывает, то шанс у них 3-4 там будет, то у них шанс будет ещё, причём хороший. Там ещё потом игра с Team Spirit. Там, в общем, как сложилось? Мы сейчас почитали, я не знаю, Петя рассказывали по поводу правил фейсета. Да, но вы не правы. Вы не правы. Почему? Потому что в любом случае будет переигровка. Если решается именно выход из группы в плей-офф, тогда переигровка. Если первое, второе, третье, четвёртое решается место, там уже личная встреча. Там elimination match и non-elimination match. Ну, вообще, про лакфейси там по-другому было написано. То есть, если, например, две команды у них одинаковое количество очков за выход... Правильно, но выше есть пункт в случае на вылет ситуации и в случае установления посева. Вот, по поводу посева, там, например, если команда А, например, имеет 6-2 и команда Б имеет 6-2, то у них переигровки, например. Нет, наоборот. Это за выход, за выход. Там написано? Ну, это за выход. Ну, вот, вот, правильно. За выход с первого места или со второго, например. Нет, 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 нет. Это в случае, если на вылет. Короче, ладно, ещё раз перепрочитаем. Перечитай ещё раз, пожалуйста, будь внимательным, Максим, потому что это очень важный нюанс. Ты тут дезинформируешь нас и вводишь нас в заблуждение. Там было написано по поводу посева. Всю жизнь переигрывают. Если матч стоит выход из группы, значит, в любом случае, переигровка. И это честно. Ну, там написано, что по личным встречам. А если три команды, например, у которых одинаковое количество очков, тогда переигровка. Никакой логики не вижу. Поехали дальше. Пугно появляется в ответ на ДП. Посмотрим. Акс Верка, Бейн Таск у АФК-20 решили душить по-серьёзному. АФК-20 берут снова Таска для Санэйка, на котором он на этой квалификации играет богоподобно. На котором он всю жизнь, возможно, играл богоподобно. Но я почему сделал акцент на эту квалификацию? Потому что никто не играет Таском, кроме Санэйка. Верно. Хорошее очень замечание. Выпали у нас классические четвёрки в нашем старпёровском понимании, когда они ходили. Не показывает на Максима. Молодец. Но меня не показывают, когда прыжешь про старпёров. В нашем старпёровском понимании, значит, о том, что, да, были роумеры раньше, они ходили, всех месили. А сейчас все привязаны к линиям, кроме Санэйка. Ну, просто Тусик, его так пофиксили в начальном левеле, то, что у тебя эти шарды закрывают теперь только на 3 секунды, а не как раньше. Да, но всё равно ни один герой так не умеет делать, как Таск умеет, понимаешь? Ну, нет такого героя в доте, который умеет делать, как Таск. Да нет, он по-прежнему хорош остался. Просто вначале чуть-чуть послабее стал. Вообще у Санэйка как происходит всегда раздрафт? Если там банят как раз эту ногу против него, как и в этом случае получилось, в первой стадии забанят, то они берут просто Тусик и играют через эту связку. Ну, и мы видели, что Пугной играли парни из ФК-20, играли хорошо, поэтому я не удивлен по мнению Пугной здесь. Вообще Пугна в СНГ-регионе чаще используется, чем... А играли они, получается, с ней в открытой квалификации, да? Вот когда вы смотрели. ДП Джакира у Диди, у них такой полу и пуш приятный получается, и драка неплохая может быть, но не быстрая, затяжная драка. Нет такого быстрого урона, ребята будут убивать медленно. Верста нет, но у них основной, наверное, расчет на лайны, то что есть там Джакир и Верка, которые теоретически могут прийти на низ и вверх, там помогать Аксу и кому-то, то есть даблы будут сильные. Но пока Акс в этой игре просто как бы он есть, но у АФК-20 нет каких-то героев, кэри милишника, ты видишь этого Акса, ты можешь взять хорошего кора против него, поэтому тут Акс... Например, давай, сразу, например, я буду душить. Да, например, любого. Я имею в виду, знаешь, что если ты берешь милишного кэри, да, а против тебя Акс какой-нибудь, то уже неприятно. Лайфстиллера. А он же тебя просто полностью убивает. Нет. Во-первых, у тебя уже два подсейва, у тебя Бейн плюс Таск, в третьих у тебя есть еще и Пугна сверху. Ты никак не убиваешь на Акс никого. Но тебя Агрят через Рейдж, тебя бьют на линии, нет? Нет, на линии Акс стоит плохо с Лайфстиллером. Я прямо не уверен на все 100%, но там зависит тоже от крипов. То есть если Акс, например, Агрит, условно говоря, под полторы пачки этого Лайфстиллера без Рейджа, естественно, он его пробивает очень больно. Но с другой стороны, ты на Лайфстиллер можешь неплохо кусать Аксу. Он все-таки из рейнджевика, если он фуловый, ты там от него отреганиваться по 50 кп будешь. Ну, обычно хороший. Берут часто против Акса именно Лайфстиллера на линии. Ну, единственный минус, тут уже два милишника будет, типа Тусик и... Ну, тут, опять же, два подсейва. Если Таск будет держать позицию, будет держать позицию Бейн, то ничего не грозит Лайфстиллеру, мне кажется. А с Пугной они куда ее отправляли? В сложную? В Пугной? По ситуации. Но один раз я видел в сложной точно. Один раз был сложный герой. Вот, например, Морф, это один из тех героев, которому вообще на Акс пофиг. Он ничего не делает. Там так, чтобы подставиться... Причем, мы уже даже видели, где-то Морф брался, кажется, против Акса, против такой очень неудобной линии. По игре, единственное, конечно, его агрить может, но пока до Даггера мы тут в основном про стадию лейнинга говорим. Я пока вклоняюсь к тому, что Пугна у нас все-таки мид будет против ДП. Хорошо стоит против ДП Пугна, по факту. Очень хорошо. Ну, и ДП тоже должна нормально себя ощущать. Единственное, конечно, по игре, потом, когда ты узнаешь тот же самый экзорцизм, который очень затратный по манее в вар, тебя довольно-таки больно бьет. Что еще можно сказать? Вообще Пугна напрягает ДП на линии. Вообще, вот Морфа в этой игре, если он собирает какую-то линкенсферу и, условно говоря, на манту, его тут убивать очень тяжело. То есть агром может не хватать. А? Афк-2 надо банить Сларка сейчас. Обязательно. Сларк, Сларк, Сларк. Ну, ДД остался, да, Коррн. То есть ты намекаешь на то, что Сигера они просто так забанили? Да, в том числе. Ну, они еще могут через Ликана поиграть потенциально, который в бане, поэтому только Сикер остается. Я начал говорить про Ликана, а то с 3-фрага. Нет, если отталкиваться от того, что почему ребята забанили Сикера, то да, это Ликан или Сларк, это, наверное, таких самых. Был байт на ПЛ, судя по всему. Ну, кстати, Кунка против Сларка не худший персонаж потенциально. Не знаю, мне нравится, что они ПЛ забанили, потому что в плане у них вообще ничего нет. Этот морф от ПЛ страдает. Мы даже игру видели, когда Империя там FN был на этом морфлинге. А вот, кстати, интересно, это будет оффлайн Кунка или оффлайн Пугна все-таки? Не, мне кажется. Кунка кто? Кунка оффлайн может быть тоже. Нет, Кунка оффлайн я не верю. Я все-таки верю Кунка в миду, которая с этой ДП будет спокойно стоять. Кунка, он вообще один из тех героев, который может против практически любого сетап-лайна стоять, спокойно там спамить своим тайтбрингером, сейчас линию держать. Ты вообще никакие проблемы не составляешь. Мне на первой нацик, Кунка стоит тоже с ДП, поэтому не знаю. Нет, ну тут если отталкиваться от того, что Кунку-то в сложную не поставишь. Почему? А зачем его в сложную ставить? Ну, играют, идешь туда дабло, играешь себе спокойно, почему нет? Скоро кункой, но это какой-то поплавчанский сложный. Ну, Фобос играл не раз на Кунке оффлайне. Нормально. И как у нее там, нормально дела были? Ну да, пойдет. Ну, Фобос это, наверное, он там Кримсон, Пайп собрал. Диди, ну да, все по ситуации. Диди. Сларк или нет? Ну, мне так себе тут Сларк. Вообще просто подсейвил очень много в К-20. Сларк, например, он Бэйна не особо убивает, он всегда слипается. Может, Тусик может... Да не, 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 ты перечисляешь 10 героев? Он такой, не, 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 называй своего, и потом мне надо героев посмотреть. Сейчас, секунду, секунду, я выясню. Да, включайте героев. Не, ребят, вы саджести предлагаете, я говорю, плюс-минус, давайте вот так работать. Понятно, да. Давай по алфавитам. Смотрите, как Сларк в угну будет убивать? А на декрепифай кидай, да, тоже особо не убить. С Дарк Пактом. И Паунсом. Войт появляется. Войт это... Войт через некрачей. Войт это один из лучших героев против Морфавлов. Что? Короче, это идеальная стратегия. Рассказываю. В хроносфере эти пацаны бегают. Да. Вот, ты пурджишь декрепифай пугны под хроносферой, если она кого-то спасает, и убиваешь этого человека. Можно просто хроносферу на пугну плюс одного ставить. Можно просто купить доминатор, Роман, просто купить доминатор и брать сатира. Да, это неинтересно. Это дешевле. А через некрачей веселее зато. У тебя два юнита. В общем, Войт это один из лучших героев против Морфа, если ты собираешься через быстрый билд Мом и Шидоу Блэйд. Ты купил это, условно говоря, на 18-й минуте. То есть через некрачей за пароли, да, Мэйвон? Да, за пароли. Ну, если бы перекачка у Морфа была старая за АМП, тогда, может быть, это работало. А сейчас Ману это не требует, поэтому... Если бы перекачка была бы старая, то тогда Войт это худший герой, чем у Морфа был бы. Вот в чем дело. Потому что ты просто бы перекачивался бы в хроносфере. Это да. Поэтому Морф сейчас плох против Войта. Вот, Войт хорош против Морфа. Спасибо за аналитику. Жду гифку, знаешь. И потом, когда будут какие-то споры... Прогнозы, прогнозы, я забыл. Прогнозы ваши, наши. На Войта ставлю. На Войта ставишь. Максим. Войт у Диди, правильно? Ты мне заболтали? Давайте тоже Войди. Да, Войт у Диди Ди Ди. В К-20 играют у нас с Войт. Ты на кого? На Диди. На Диди? Я на ФК-20. Я сегодня только на... Ты, кстати, ни одной команды сегодня угадал. Так, отлично. Я продолжаю в том же духе. А я все, я ушел? Да, да. Счастья, здоровья тебе. Иди себе. Смотри. Продолжаем наблюдать. Что-то там Ника Бэйби пишет, все бабки поставил. Не понял, куда. Куда поставил все бабки? Да, он написан, типа, на Рейдинг все бабки поставил. А, ну, может быть, поставил все бабки на Рейдинг. Вообще нельзя ставить игрокам, их за это дисквалифицировать могут. Лейтер Оффл, наверное, какой-то был. Наверное. В общем, Марфу в этой игре будет тяжеловато. На стадии линии окей, там в плане акса мы стоим. Но по игре там есть колу, есть сайленс от ДП, есть сфера. Основной, конечно, будет от Кумана зависеть от его таймингов. На лане у него, конечно, не самое приятное, потому что будет он стоять против пугны. А пугну... Ну, просто кидаешь декрепифай и улетаешь спокойно. Да, конечно, ван скоро на Джакира сможет там зонить. Так, по рунам у нас... По рунам, похоже, 2-2 будет. В топе ДД отжимают, внизу АФК-20. Ну да, Куман так посмотрел только в сторону Санейка и Флоу. И решил, что нет. Не пойду я, пожалуй. Хорошая дабла у одной и другой команды на низу. Убивать там они особо не должны. Просто будут харасситься друг с другом, там, крипчиков подфармливать. Тяжело им убить. Как и пугну, так и вайда, в свою очередь. Ну, Акс, на самом деле, сейчас немного другого плана у него раскачки. Он обычно даже максят второй скилл, например, на третьем в два берут. И просто за счет этого напрягает. Вот как Чешир сейчас и делает. Потому что особо качать контр-хеликс против двух ранджевиков... Против двух ранджевиков такое себе дело. У него и будет билд, скорее всего, на третьем уровне 2-1. 0-2-1. Артур немножко терпит, Мидон. На, Кунг такой герой, ты можешь, знаешь, взять себе боттл, потом через крест, где-нибудь там левели на пятом, спокойно тпшется на базу, регенится. Да, он быстро восстанавливается, Кунга. Слушай, неплохо тут Соника, да, пробили так, на полстолба. Ну, Верка... Ой. На самом деле, я не очень понимаю, вот, как сейчас Верка совладать, потому что Бэйн, да, Бэйн Бэйном, но Верка хорастит очень плотно. Но была Салва, была Салва. Не, а просто у Соника обычно, знаешь, как закупается вот Салва, мне нравится. Он берет себе три мангуса, деревья и веточку. И, например, идут они в сложно или неважно куда, и ты этого Бэйна просто фиг разогреешь. ПКД кидаешь эти брендсапы, ты их там можешь, не знаю, сколько штук даже кинуть. Да, но на тебе горелка, и тебя бьет постоянно Верка. Я не думаю, что даже брендсап в этой ситуации спасет в такой дабле. Тут нужно потерпеть, может быть, подождать на морфе какой-то второй-третий левел, и вот так же точковаться можно, и потом уже с подключением на втором-третьем можно на морфе взять там. Там внизу за вышкой у нас орудуют ребята. Вроде как. Да, отвод делает флоу Санейка. Он с Фанскором стоит под вышкой. Ну, нормально, абсолютно комфортно добивать войду крипов под вышкой своей. Ну, вот так на него декрипифай накидывает. Ну, накинули декрипифай, когда он уже добил всех крипов, если что. Ну, тут немножко по таймингу не успел. Да, это так. Регенд появился, кстати, на нижней руне. Это приятно, может сейчас кто-то обогатится. Да нет, тут он и так в Санейка флоу приходит, так что этот реген. Арку тоже не нужен, ботла нет, он неразогретый. В общем, на начальной стадии я особо тут не рассчитываю на какое-то большое количество киллов. То есть тут уже от ультимейтов надо отталкиваться, когда у Вайда хроносфера появится. Морфа тут неплохо пробивают. Ой, Вижена у него не было. Кингар, видимо, хотя у них стоит вард, не знаю, не обратил внимания на этого крипа. Помнишь вчера игру с ФНом, где его как раз-таки он бил на Морфе Таун и пауэршотом пробил на максимум. Ну, мы не ожидал, на максимум Кингар зарядил. Такая вот ошибочка у нас. Да, это ошибка от Ника Бэйби, правда он сразу возвращается и мустит. Ну, в любом случае, это тут плюс пользу ДДМ. Даже хоть и Кингар умер, забрал все-таки он на ФБ. Это само собой. Танцует у Куман. Но пока ДП стоит чуточку лучше, чем Кунка. Старт такой комфортный. Дальше Кунка начнет, я думаю, тоже напрягать Пикачу своим Тайдбрингером по времени. Интересно, кстати, Куман взял себе этот бэнд на Аквилу за 450. Обычно там, я не знаю, Аквилу какую-то приносит, либо сапог покупает. Вот тут взял именно первый раз я такое вижу. Возможно, курицу не хотел езать и просто добрать что-то на дэмэдж. Вон, видишь? Ну, он на ПТ, да, на ПТ взял. Видно, Курьер был за... Ну, просто да, как доп. урон. Курьера не хотел езать. Скорее всего так. Чешир вводит крипов, который раз... У Чешир, кстати, впереди планеты всей. 30 крипов, да, добил уже. А есть? Ашекла нет, наверное, да? Бауршот? Близко было. Ну, второй левел только у Рената. Хотел отметить Чеширом. Топ-1 крипстат. 30 крипов сложный. Возможно, мы увидим от него какие-то тут супербыстрые тайминги на даггер. Хотя он изначально берет себе худ. Худ тут... Так, не успел сагрить. Худ тут хорош против пугны. Там у АФК-20 огромное количество мэйджик дэмэджа. В общем, все размениваются на лайнах. Пробиваю тут флоу. Кстати, если баши пройдут, еще один баш нужен. А ванскор почему отошел? Вот если бы прошел еще один баш... Он за руной пошел, там пятая минута. А, там пятая минута. Пошел за руной бороться. Но там против тусика, в принципе, он не должен. Забрал, кстати. А почему? Ну, правда, ванскор за это заберут. Ну, такой раз. И флоу еще фраг оставляют. Ну, в принципе, он у того стоит. Видимо, понимал, что флоу сейчас потянутся. И я не видел, было ванскор оттп или нет. Если бы потратил сноубол, можно было оттп против него нажать. Так, я так понимаю, тут вейв еще есть у Рената. Сейчас еще одна тычка. Вейв. Ой. Чуть-чуть там, буквально на одном ударе. В развороте. Повершот. Ника Бэйби страдает. Еще пару ударов нужно, но Ника Бэйби перекачался. Да, перекачка работает. Перекачка спасает. В любом случае, килл не сделали. Ренат фласку завязал. И Морф без ресурсов сейчас остается. Да, Морфу придется, скорее всего. Хотя у него еще фласка одна. О, внезапно. В общем, Морф один из тех героев, которому реген даже не нужен. Например, если тебя спамят, приходит сломан какой-то скай, ты эти, заряжаешь стики, так, в миду нападение. Убили тут арка. Через ульт ДП, ванскор подтянулся. Они еще вышку побьют неплохо, скорее всего. Да, чуть-чуть пробьют. Ох, еще и не забирают. Хорошо, нажали глиф. Ты видел, Санейка бросал шарды. И нажали глиф, чтобы катапульта выжила. Да нет, катапульта вы в любом случае выжила. Там, Мэджик Резис все-таки 70%. Шарды, там, как у первого-второго уровня, они там 5-10 урон нанесли. В любом случае был нажат глиф под пуш. В любом случае. Чуть-чуть, да, разогрели. Чуть-чуть не было абсолютно. Хотел сказать по поводу Морфа, добавить, что, например, приходит какой-нибудь скай, условно говоря. 10 петухов тебе тех накинул, стики у тебя зарядились. Ты перекачался по минимуму в 200 хп, выложил вся этом и прожал стик, и ты уже фуловый. И перекачался обратно, либо практически фуловый. Ух, притык друг к другу, вяжет в арка. Опять арка умирает. Ну, что-то вот в этой игре, конечно, когда к тебе приходят вот так двое, уже тяжеловато. Плюс ДП с сифонами, первый, какой, второй сифон, первый скилл на 4 в кач, но уже неприятно его стоять. Флоу поймал тут. А давай от нейтралов, от нейтралов, давай. Идет к нейтралам, но не успевает. Не, не успел. Сейчас же этот вышло, знаешь, иногда неудобно, когда эти крипы по ночам, ночью спят. Так-то раньше подошел поближе. Для дальнего боя еще куда не шло, для ближнего вообще нереально надо бежать. Тебе надо еще тычку-то успеть дать, а у Джакира анимация атаки очень медленная. Да, есть такое. Ну смотри, у нас топовый крипстат у трех героев DD. Акс вообще у нас оторвался. Неистово. Посмотри, восьмая минута игры, у него 400 золота, уже после худа. И вот он приходит на линию, непонятно, как с ним бороться. Там даже если они только вторым-вчетвером придут, могут забрать ее. Ак пытается разминать немного ДП, но ДП по большому счету плевать. Да. Особо даже не почувствовал. Купил он себе стики, принесет себе воистон. Будет постоянно флоу и сманой. Флоу, кстати, получил сферу. Ой, не флоу, а куман. И флоу сейчас нужно аккуратно стоять нанизу. Ну, возможно, куман захочет сместиться куда-то. Надо всегда брать это в учет команде Санейка, что есть воид хроносферы, у него есть ТПшка. Он ее в любой момент может переложить. Во-первых, у него в рюкзаке ТП. Во-вторых, судя по всему, как раз будет план через Акса больше агрессировать, пока воид фармит. Воиду хотя бы какой-то первый артефакт нужен, на мой взгляд, до разгона. Да, чтобы выйти пиков, конечно, да. Либо желательно с кем-то. Ну, дэмэдж под сферу там особо не внесет, в Эрка прошить может. Куда ты будешь выходить? В анскор там четвертого левела. Но соль в том, что если команда противника куда-то задавит за тура, надо всегда держать в уме, что воид может с телепорта прилететь, поставить хрон, и за счет этого... Да, да, главное не давить сильно. Он уже, кстати, переложил, посмотри, у него был в рюкзаке телепорт, он уже перекладывает его. Вот что-то по типу, если файд сейчас на миду какой-нибудь наметится. Да, пока вроде как спокойно все. Кстати, флоу ультимейт... Кстати, экзорцизм, экзорцизм, посмотри, восстановился, могут под него сейчас сыграть и брауда в центре. Флоу сейчас ультимейт поражал, и что-то отменял через секунду, видимо, мисклик какой-то был. Либо хотел немножко отсосать и передумал. Ну, в принципе, кд на ультимейт недолгий. Ну, на низу 700 кп, там надо посмотреть у вайда, во сколько баш вкачан. В 3, если... А, в единичку, ну тогда это вообще маловероятно, что он его заберет. Да, тут такой билд чисто на выживаемость. Сейчас, правда, в 2 возьмет. Ух, хорошая связка вверху, прострелили, и убили кингера, тут Ника Бэйби. Первая реализация репликейта. Да, морфа. Репликейта. По старым чертежам. Да, да. Ну, в принципе, кстати, почему? Тоже, репликейт подходит под описание способностей в каком-то смысле. А, кстати, а как вот, в кого ему тут приверяют? Вайда? Не, на самом деле, верка неплохо. Войд тоже норм. Вот верка плюс войд, мне кажется. Вайда, кстати, тоже прикольно приверяют. Сейчас ходите войд контрапик, но ты можешь этот тайм-делейш на него накинуть неприятно. Ну, и просто тебя побили, ты нажимаешь сам тайм-волк, тоже восстанавливая здоровье. Там еще можно будет даже взять, мне кажется, и длительность морфа на этот раз, но не факт. Чаще все-таки берут у нас другой талант на скорость атаки. Так, борьба за руны тут идет. Хорошая связка очередная, но этот уже... Есть сфера, но... На этот раз кингер дает связку, а не морф в форме верки. Ну, хочется куману сферу поставить кому-нибудь на голову. По рунам 2-2 на 10-й минуте. Довольно долго Пикачу не нажимает экзорцизм уже, минуты две прошло с момента появления ультимейта. Знаешь, в общем, морфу можно тут превратиться в кого-то, но прямо что-то такое крутое из разряда вон нету. То есть ферка, да, ок, там можно и шекл дать, и ультимейт поражать. Слушай, даже ак в конце концов не худший вариант. Не худший вариант. В принципе, вот кто будет рядом с тобой, кто под руку попадется, тот и... В тобой превращайся, в общем. Нужно отталкиваться дд от даггера Чешира. Будет у него он через 700 голды. Немного осталось дофармить. И можно с этим даггером уже что-то придумывать. Интересно еще билд войда посмотреть будет в этой игре. Shadow Blade сразу будет покупать, да. Чисто для атаки будет он... Вот это самое главное два айтма. Это Shadow Blade плюс один какой-то на дэмэдж обычно это Мом берут. Вот он сразу берет себе СБ, чтобы находить этому орфлингу. Да, все-таки в компетенте в доте полегче. Ты можешь поражать Смоук там с плюсом через хроносферу спокойно убить. Вот сочетание инициаторов не идеальное у Диди, но можно работать вторым темпом. Тут, кстати, Ван Скоро сейчас подловят. А, нет, решают убить Вайда. Ван Скоро улетел, тут приходит Флоус, Анейка. Хорошо получилось. Не мог вернуть на Х-марке сейчас Арк и Куман. Убежал просто на таймволке от корабля. После этого вернулся на Х-марку и пошел обратно на базу. Встянули четверых, при этом потратили сферу. Если еще заберут Заор в миде. Очень забавно получилось. Санейка прилетел в центр, да. Пикачу запер его. Вот Пикачу спокойно может и просочиться, и даже подерется Пикачу. Но это может быть ошибка. Летит сюда и Бейн. И сейчас Бейн прилетит. Ой, Флоу отлетел. Но все равно убьет. Тут Размен, наверное, в пользу АФК. АФК 20 минут лес. Как их лучше называть? АФК 20. АФК 20? Да. Или Миксанейки? Ну, это такое себе. Такое? Кажется. Как вы яхту назовете, так и, собственно, назовете. Даггер появился у Акса. И Ника Бэби забрал вышку внизу. И не знают, кстати, они об этом. Надо вот как-то этот даггер... В идеале, конечно, это сделать под сволк, пикухнуть и добрать Тауэр там в миду или в топе. Джакира Байтона на Морфа. Джакира Байтона на Морфа внизу, и Морф идет. И Морф идет, и Тишир с даггером, и Морф пока не знает. Они хватят дэмэджа. Не, вдвоем так это не работает. Ну, если бы подкрепаем, я бы еще поверил. Но без крипов нереально. Иван скоро. Тут без шансов. Кстати, вот... Там еще левее, левее драка проходит тоже чуть левее. Вот Лелеса. Кингер погибает. Там продолжается драка. Но ничего, ничего, мы не торопимся. Крутится Акс. Неплохо. Забирает Соника. Крутится, вертится, мир голубой. Шар голубой. На ее ДП совсем скоро появится Юл. Нормально. Стабилизировал фарм свою Пикачу. Да, он немного уступает трен персонажам в этой игре. Но ДП не так-то и много надо на старте. Она свое возьмет. И появляется у Кумана денюжка на Shadow Blade практически. Знаешь, что мне не нравится в Пике ОДД? То, что с этим Аксом нет какого-то берста. По типу Skyros Mage, вот такого рода. Да, сочетание реально получается немного затяжное. Тут и Воид не быстро урон будет вносить, и ДП. Такая драка немножечко затяжная. То есть, поэтому вроде как есть инициация, там хорошо. Забавно это придумали. Но зато в лейтгейме, знаешь, с Аксом приятные драки будут все равно. Да, драки приятные, но именно в сочетании смоугангов куда-то выходить. Вот вроде они как раз нажали втроем и передвигаются куда-то. Ну тут в общем-то сложнее, просто подведем итог. Сложнее Аксу будет работать именно в мидгейме и при переходе в мидгейм. А так, конечно, драфт все равно сильный остается. Даже вот мне не нравится сочетание, я же говорил. Марфа, подловили. Да, могут убить. Ультимейт Кингара работает. Связка в продолжении. Ник и Бэби даже там не сможет перекачку нажать. И переключается на флоу. Вот Пикачу с ультимейтом, Чешир тоже погоню продолжает. Прыгает, нажимает кол и флоу в таверне. Еще хотят подловить сверху одного героя. А можно давить? И это Кунка. Арк, похоже, тоже никуда не уйдет. Пытается скидать деревья, размонсить, там как-то хитро сыграть. Но его убили. Отличный смок от ДР. Просто три кора погибают. Да, минус три кора на ровном месте. А вот этот как раз Войт с Шиду Блейдом, даже без Мома. Сфера в дополнение связка. Причем Морф там был неплохо перекачан. Его там не за секунду убивали. То есть он всю проставил Хроносферу, плюс Шекл. Нужно Баунти внизу забрать. Хотя бы саппортом АФК-20. Вверху забирают Баунти Диди. Ванскор пошел забирать одну из рун. Но тут три руны достанется Диди. Главное ему убежать. Да, убежал. На варде как раз видел. Правильное направление выбрал. Сейчас мигают на них, хотят догнать. А что Морф, кстати, у нас там покупает? Морф, видишь, интересный билд. Через пику и маску смерти он себе взял. По билду Алохи. Вот раньше Алохи любил еще до фикса Форстаффа, когда он стал мне 200 маны, брать, например, ПТ, Форс и потом Ленков. Арк. Пытались зацепить ДП, но тут уже Юл. Зацепить не так-то и просто. Связка от Верки хорошая по Хунке. Хороший кул. Да, Ванскор тоже кладет неплохо и Макропиру, и Айспес. Пытается спастись как-то Арк. У него здоровья немного, но он восполняет себя. Пока теряют лишь Джекира Диди. Связка неточная на этот раз. Но это была связка от Марфая, так понимаю, да? И могут Пикачу убить. Нет, тут контроль взяться от Чешира. Ох, как зашел Чешир, здорово, правда, в ультимейте контролирует. Чуть-чуть дэмэджа не хватает. Войда контролит, Войда контролит. Посмотри, по максимуму Бэйн как может. Забирает Арка. Чешир тоже может погибнуть Кума. Бьет. Будет пауншот. Диквипифай, хорошо работает тут Флоу. Ультимейт. Блин, ну свой ты. И Санейка выживает. Еще Флоу подцепили. Убьет ВДП. Ванскор, думаю, не должен пропускать Флоу. Не факт. Похоже, нету айспата. Еще больная у Тарчик. Не знаю, нам нужно было сейчас Джекира показывать в драке. Но ладно. Такое дело. Какой-то у нас сумбурный файт вышел. Какая-то от них так. От вторых Чешир, наверное, за файт сколько? Два точно или три раза влететь успел. Хроносферы просто не было у Войда. Вот сейчас она откатилась. Ее как раз таки не было. Ну, не хватило. А ФК-20 понимали этого. И, соответственно, и пошли драться. И вот сколько проблем было с Пугной. Вардом пытался убить Пикачу. Этот вард стоял. Из-за этого подстался под корабль. Еле-еле ушел там на лоу хп. Вообще, в дальнейшем, вот если... Даже непонятно, как этот вард бить. То есть, с ренжи точно не получишь. Там ВРК разве что может. Заходит на Рошана. Вообще, интересное решение. Может быть, даже немного опрометчивое. Здесь ФК-20, думаю, могут навязывать драку. Вполне. Если прочитают этого Рошана. Но, похоже, что пока... Боятся, боятся. Думаю, что противники в смоке. Хотя сейчас на варде должны были показаться. Ну, в общем, Рошан стал немного неожиданным для ФК-20. И... Гида достается к Уману. Ну, если бы они подошли под конец Рошана, когда уже вод был разогрет. И, да, можно было атак против Хроносферы. Ну, у Акса хорошая позиция была, на самом деле. Вот он стоял на возвышенности на своей стороне реки. Там тяжело, да. Именно если оппонентов не видишь, Акс может влететь в Хроносферу. Но тебя могут подставить. Тем более, ДП-экзорцизм изначально завязала. То есть уже на варде немного все равно будет. Блэдмейл, кстати, знает, что неплох тут на Аксе. Морф все-таки один из тех героев, который с руки бьет очень сильно и быстро. Он там весь ловко, всегда перекачан. Так что можно именно только если в него конкретно прыгать с Блэдмейлом. Особо уе так, если только пугны первый скилл и, не знаю, там, откудки. Немного дэмэджа. Пытаться снести тердовышку внизу. Пока что все успешно. Диди четвером на верхней линии. Да, здесь вышку теряют Диди. Они не собираются за нее драться. Хотя там неподалеку Джекира стоит. Может попытается кого-то... А хотят еще и вверху дефать. Хотя нет, Ауру упал. Не успеют, не успеют. Да, уже никак не успеют. ДД должны тут всех убивать. Тут все по одному летят. Арк лечится неплохо на святыне. Пытается уйти. Там настреливает Кингер. Забирает его. Ум, он еще и хрона поставил. Забирает. Лоу, два кора мертвы уже у АФК-20. Ника Бэйби, он и сам боец неплохой. Начинает бить Пикачу. Чешир подключается. Ника Бэйби агрит. Санейка. Нужно подстраховать своего товарища. Но он не успевает. Ника Бэйби гибнет. Три кора погибают у АФК-20. И Куман за Санейка идет. Что по башам? А вот он и баш. Куман оглушает Санейка. Еще один баш. И Санейка тоже падет. Минус 4 в исполнении Диди. Очень плохой файт. Не совсем я понял, зачем они решили наверх пойти драться. У Вайда есть Хроносфера. Там Тауэр ваш упал. И, соответственно, будете по одному лететь. Вражеская команда уже всю позицию так заняла. Хочу отметить Кумана. Он понимает, что в тимфайте 5 на 5. Да, в приоритете ставить Хроносферу на Марфа. Но если ты Пугну не видишь, она всегда может подсейвить декрепифайм. Поэтому надо ставить Сферу в Пугну плюс кого-то. Либо просто Пугну. Арк прилетает. Очень неосторожно. Получает колу. Такс. Замигает Куман. Кумана вернули на Х-марку. Куман теряет Эгиду. Связка была хорошая. Но убивать Арка нереально здесь. Тем более баф корабля все еще действует. Куман отступает. Не спел окрест. Там вроде таймдайлэйшен висел на нем. На нижней линии Ванскор пока орудует. И Тердин вышку должен забирать. Ликвид Файером. Нет, успевает. Еще один плевок нужен. На самом деле, может быть, и был смысл Ванскору даже ценой своей жизни вышку эту забрать. Так Денай получит противник. А знаешь, как было бы очень плохо, если бы ее заденаили. Да, согласен, согласен. Тут он выживает, по крайней мере, так что... Кстати, а может они не заметили, что Тауэр там ловый ЧП? Да нет, ну в смысле не заметили. Ну а почему не денаят? Не идут. Мне кажется, что они оставят. Вообще сейчас... Не, вот, найдут. Денай сейчас в приоритете. Ребята, получается, вообще деньги никакие не получают за Тауэр. Раньше хотя бы там 500 голды давали. Так сейчас свои Тауэра очень важно дать. Я вот поэтому и упомянул о том, что иногда даже, наверное, умереть лучше на саппорте и дать денег команде. Так-то да. Тем более, если ты пятерка. 9700 имеет воид. Общую ценность. Не сильно отстает морф. Он держится близко к воиду. Интересный билд демонстрирует Куман на самом деле. Достаточно много урона он будет предлагать в хроносфере, но Блэкинг Бар нужен поскорее. На него и нацелен Куман. Морфу тут тяжело одному передвигаться. Вот как раз такой воид, который выжидает в лесу, может тебя подцепить, поэтому нужно держаться поближе к своим союзникам. Кстати, сейчас вот союзники не особо близко. А вот надо посмотреть, сколько у морфа сейчас перекачано хп. Можем глянуть? Вот он как раз вверх толкает. Если у него в районе тысячи... Не, не, морфа, морфа. Не, ну полторы тысячи ты в соло не пробьешь. С Мелдштормом морф тут весь перекачан. Ну у него 27 брони, да, ты никак не убьешь его. Конечно, у тебя есть молнии, но это надо, чтобы очень везло. И баши, и молнии, чтобы прокали по максимуму. Вон скоро убивают. На Макропиве. Очень неплохо, а Макропиве это работает, а арка забирают. При этом бафа корабля еще одна не было. Санейка погоня, хорошая хроносфера! Заберут Санейка, и Куман должен за хроносфера забирать еще и Соника. Не, на самом деле хроносфера так себе, потому что мне тоже показалось, что он еще и Тусика вначале подцепил. Ой, Тусика с Бэйном, но только один Бэйн был в хроносфере. Но все равно Куман не зря стоял, перерезал. таска в сторону левого леса. В любом случае там ставить хроносферу нужно было. Я не вижу причин, почему не ставить ее там. Вдруг бы там еще кто-то подскочить хотел. А так ты двух саппорта в любом случае убиваешь. Да, сделали минус три кора, опять на ровном месте, и в этого... Точнее не коров, а просто минус три. Неужто Ника Бэйби решил напасть? Он в невидимости, как я понимаю, да, там находится. Угу. В морфы невидимости, это как Иои невидимость почти. Единственное, они не видят сейчас акции, есть экзорцизм, у ДП. Да, нет хроны, поэтому надо что-то попробовать сделать. Курьера убить хочет Ника Бэйби. Похоже. Две точки надо. Ведут, Курьера ведут. Ника Бэйби, все, забрал Курьера. Превращается в Индрейнджер. Пытается чейзать. Кингер не хочет поставляться под Шейкл. Молодец, Кингер. Классно, не дала виду себя и команду. Классный врыв также в ответ от Чешира, но тут спасается Нейка. На какое-то время, правда, спасает. Хороший СПС. Макрофира от Джакира пытается жить как-то с Нейкой и компания. Еще и убивают на развороте Соника. Чешир тоже гибнет. Арка заберут. Арка тут не подстраховать ничем. Вроде как и баф был, и все было. Да, Санейка тоже, похоже, погибнет. Он нажал сноубол на Кингера, но лишь на время это отсрочит его смерть. Ну, понимали, ребята, что нет хрона. Надо идти навязывать файт. Ну, зашли на чужой хаграунд. Акс опять хорошо влетел. Да, там Санейка сконтеринициировал, подсейвил всех сноуболом. Ну, вот, дэмэджа как-то не хватило. ДП трудно убивать. ДП трудно убивать. Войду трудно убивать. Сейчас будет тоже с Блэкинг Баром. Акс тоже живуч. ДП там вообще джентльменский набор уже. Юл плюс Айон диск. Да, непонятно, что делать с ней. Плюс купит себе БКБ. Будет все равно на вард. Можно будет раскидывать все скиллы. А БКБ контроля, ну, точнее, дэмэджа не особо-то много. Там только Морфс в руке. Да, Кунка. Которая сейчас не особо актуальна. И Чешир пайп купил себе. В общем, я пока мало вариантов вижу для АФК-20. Ну, на плечи Морфа многое ложится. Если Морфс себя проявит как-то... Если бы не было вайда в противоположной команде, я бы, возможно, и поверил в него. Но... И, кстати, смотри опять, какая позиционочка у Кумана. Опять он в лесу засел, в топе, завязал Шидоу Блэйд и идет искать Флоу. Есть хроносфера. Можно спокойно ставить на него, убивать и отхлевать. Ну, Флоу тут Вард и Сентрик, кстати, стоит. Но хроносфера это не спасает. Это да, еще плюс Вард разбил, плюс 150 голды. Удачненько. Такая хроносфера комфортная получилась. 4 за Флоу и 100 за Вард еще сверху. Хотят контратаковать, хотят забрать этого Войда. Да, понимают, где он. Был скан, поставили Вард. Он, по-моему, улетел. Куман просто нажал ТПО и убежал. Идеальная игра. Да. Потому что все пропали с карты. И тут было два варианта. Либо они идут наверх в самоке, как раз на куману, либо на низ. Изначально нажимали, пытались кого-то подловить. Прочитано. Да, еще и внизу подпушивают линию Пикачу сразу. То есть тут реагируют ребята моментально на то, что вверху враг. И пойдут, может быть, даже на ТИР-2 вышку. Арк имеет пызы и армлет. Мне кажется, стоит просто задефать вверх, потому что вы сильнее. Без хроносферы. У нас Блокимбар. Классно врывается Акс. Посмотри, как быстро убивает Ника Бэйби. Еще и на Юл поднимают. Тасика. И Арка тоже не дает. И срезали Арка. Ну, это разрыв. Тут три персонажа гибнет. ОФК-20. Классно ворвался Акс. Как-то сегодня против Акса играть не получается у команд. Ну, немножко расклебано вышло. Подошли бить Т1. Втроем. Они не видели никого. То есть, вроде на секунду ДД оказались внизу, но они все расцепешились наверх. Да, при этом герой, у которого есть сейв против Акса против его врыва с Юлом, это пугно. Его не было вместе с Юлом. Его не было, да. А Марфу бить в Блэйдмейл очень больно. Слушай, на ХГ хотят пойти, есть экзорцизм. Почему нет? 15 секунд, Т3 можно спокойно сносить. Ванскор плюс поплюет немножко. Плюс скоро будет хроносфера у Войда там. А, будет ЗД еще. Остается, да. Тир-3 вышка уже разрушена. Они барак заберут, скорее всего. Да. Соник занимает позицию с тыла. Возможно, будет выходить. Но тяжко. Тяжко тут защищаться. Стоит, наверное, сторону отдать. И все на этом. Сейчас, ступают ДД. Даггер себе еще Пикачу приобрел. Молодцы, классно играют ДД. Вот, очень достойно выглядят ребята. Сейчас можно забрать шрайны. Появился Рошан. Я не понимаю, как они проиграли три игры в этой квалификации. Я вот все пропустил поражение от них. Только в обеды видел пока. Даст. Санейка. Хрона по арку. Ну, может быть, не лучший пока идея. Но там Макропира. И все-таки арка забрали. Выкуп сразу от арка. Ультимативная от Соника. Не дают ему кастовать. Юлом поднимает. Прыгает Чешир. Юл ответный. Я так понимаю, от Флоу. Но тут байбэк. Нет хроносферы. Нет ДП ульта. Можно просто продать Чешира. Чешира бьют. Чешира заберут. Продать Чешира и отойти. Хроносфера так себе вышла. Хотел я сказать на секунду, что Decreepify вроде подсейвит Кунку, но уже на такой стадии. Там столько Мак урона. От одного Джакира под Макропирой плюс этот Пауэршот. Все ХП сбривает. Единственное, сейчас появляется Рошан. И ФК-20 могут его забрать. Нет хроносферы. Нет ДП ульта. Как больно морфу. Морф перекачан по максимуму 300 ХП. Рошан клапнул один разочек. Да и в принципе изменение вот это с Рошаном, когда больше урона сейчас Рошан получается временем, оно стало очень неприятным для многих, потому что сейчас Рошану 25 лет нужен. Так можно и по морде получить, когда Рошана бьешь. Не слабо. И гида для Ника Бэйби. Пытался у нас пора брать. Там Марк чуть не погиб. Да он два раза уже чуть не погиб. Пауэршота рядом было. Играром летом на тоненького называется. Так один раз играл случайно, а там пауэршот залетает. Ну хоть что-то смогли вынести. Сейчас будет Сиро и плюс Аегис. Можно на базе дефаться. Сейчас две БКБшки появляются у ДД на ДПшке. На воде уже есть. Непонятно, что с ними делать. Тут ВР-ка у нас потихонечку вырисовывается полноценного Кора. Есть у Кингера уже и Мелшторм, и Даггер. Еще и БКБ хочет себе сделать. Такая будет ВР-ка больно пробивающая. Так, сейчас вопрос в том, что хотят сделать ДД. Теоретически они могут подловить кого-то на сайдлинии с ультимейтами. И даже подраться против Аегиса все-таки... Ну, Морф, он не отстает по фарму от Вайда. У него 14 тысяч Нетворс. Он собирается тут через билд, такой именно боевой, на позднюю игру. Так что, там, если игра затянется где-то на 50 минут плюс, он... Правда, вот после Морфа, смотри, какая пропасть. Какой Нетворс у Кунки. Да, два Кора вообще не выглядят как Коры пока. То есть Арк тут у него денег меньше, чем у ВР-ки четвертой позиции. Поэтому... Эта игра лежит на плечах Морфа. И, возможно, каких-то невероятных моментов в исполнении Санейка, там, в подсейве. Бейн, чтобы поконтролил неплохо Войда в драке. То есть тут должны сыграть на максимум все, но при этом основная сдача лежит по урону на Морфе. То есть урон носит он, а остальные должны максимально просуппортить. Соника убивают. Тир-2 вышку тоже заберут без проблем. Куман снова с ДД. Мы как ни смотрим, какой-то тайминговый такой пуш получается для ДД. Есть ДД, пошли пушить. ДД у ДД. Объективно все очень просто, все логично. Еще слева стоит Шрайна. Ну, на ХГ не очень хочется заходить против Аегиса. Ну, знаешь, тут тоже ситуация такая, одной драки хорошей. Аегис Аегисом он... Вот хорошая драка, да? У ДД есть все условия. У них там есть хроносфера, атакса, отвлета, многое зависит. А как правильно построить файт у АПК-2? А только защитный вариант. Я вообще не вижу варианта нападения. Как напасть? Вообще нет героя, который нападет в драке. Они должны только защищаться. То есть Кунка, который еще и мид-позицию исполняет, он должен дать идеально свои способности в защите. Должны там как-то подсейвить саппорты. Но только защита. Но уже два БКБ, и поэтому на его способности они все нивилируются. Да, да, совершенно верно. Нет вообще ни единого шанса нормально напасть в АПК-20. Какой-то очень странный они смог делают. Так глубоко, в чужой лес, в пустоту, без Вижена. Ну, поставили Туркварт. Ну, знаешь, тоже пытаются максимально неожиданно сыграть, мне кажется. Чтобы даже враг не понял. Да, и, кстати, ДП идет по этому Вижену. Они могут развернуться. Вот, мигают как раз-таки. И если Пикачу тут задержат. Ну, вообще ДП убить трудно. Даже вот на ПАП что-то есть делаешь. Да, и он диск, БКБ. Диск и Юл, БКБ. Там вся команда успеет подтянуться и стать Шрайн. Мне кажется, она даже сама еще может вас убить в ответ. Вполне вероятно. На характере. Да, Чешир. Минус Эгида. Морфинг был не особо перекачанный. Еще и Соника заберут по дороге. Да, Сайлок сдать по таймингу. Хорош! И КБ нажимает манту. Уходит. За ним Пикачу, Юл. Чешир будет Агар. Будет Агар сейчас. Но перекачка включена. Перекачка включена. Есть Шейкл. Есть также АСП сикник. Бэйбегибнет. И хроносферу даже ставить не нужно. Заберут, между прочим, так знаешь, Сонейка. Но пытались они какой-то смок взять, найти кого-то пиковку. Какую-то драку придумать. Тогда уже все плохо. Надо играть просто стабильно. А тут вот, когда такие моменты начинаются, когда другого выхода нет. Легко сказано играть стабильно. Да. Когда там ты проигрываешь 20 тысяч. Но они пытались неожиданно сыграть. ДП не лучшая цель просто была для них, для этой атаки. Поэтому даже атаковать не стали. Флоу тоже поставляется. Гибнет. Бараки падают. Все плохо. Ох, Диди. Ох, молодцы. Ох, красавчики. Ну, сейчас момент хороший. У Акса маны нету, нет ультимейтов у них основных. Но, опять же, как нападать, неясно. То есть, через... Там крест ты особо не нападешь, да? Уже там БКБ-шки, линки есть. Но только на каком-то варде и отдельно стоящих героев могут бить. Бейт тоже не может просто так схватить. Он подойдет, ему там кто-то что-то дособьет. Либо Шекл, Айспад, Сайлэнс, там Акс влетит. Куча дизейблов. Еще БКБ сейчас будет у Акса. Да, я уже хочу даже немножечко посчитать ситуацию, при которой там у нас попадают, команды не попадают. Гамбит, по идее, все от них зависит. Но сейчас ДД уже, точнее, АФК-20, они в плей-офф не выходят. У них уже нет шансов. У ДД будет 4-3, а у них 2-4. Да, да, это факт. Тогда все только от Гамбит будет зависеть. И поэтому у нас интрига остается. Снова ДД. Снова ДД на Войде. Да, это жесть какая-то. Просто 3 тайминговых выхода, 3 ДД для Войда. Они вообще где набирались только флаг? Может быть, какая-то третья точка там есть? Да, Ника Бэйби гибнет и сразу пишет ГГ Санейка. И АФК-20 теряют шансы на попадание в плей-офф. А ДД делают все возможное сейчас, чтобы в плей-офф оказаться. И окажутся ли они там напрямую без дополнительных матчей, либо с дополнительным матчем, зависит лишь от команды Гамбит. И сейчас очень важно, с кем Гамбит играют. Я вот быстренько смотрю на эту историю. Гамбит играют с Вегой. И с Flight to Moon. Ну, как бы у них основная игра, наверное, с Flight to Moon. То есть на то, что они победят Вегу, я где-то на 90%. Но по большому счету, Максим, и Вега, и Flight to Moon. В принципе, результат им этот не нужен. Веге не нужна победа. А Flight to Moon нужно. Flight to Moon-то они будут играть, получается. Смотри, тут еще верхний команд тоже игра за выход с первого места. Потому что первое место решает на пассив. Если ты выходишь с первого, ты, так сказать, в плей-оффе сразу на топ-4. И ты играешь в топ-4. А если ты со второго места, то ты играешь в топ-3. Поэтому зависит от того.